В этой видео инструкции мы рассмотрим радиосинхронизаторы WANSON серии WT4, которые мы для краткости будем называть WT4. Покажем, как их подключать, расскажем, чем они отличаются друг от друга. Отметим, что они совместимы с синхронизаторами FOTOQUANT и LUMIFOR с индексом WT4. У всех синхронизаторов этой серии универсальный передатчик. С него и начнем. Передатчик устанавливается на горячий башмак камеры. Для этого мы откручиваем колесо против часовой стрелки. Вставляем передатчик в камеру, закручиваем по часовой без фанатизма. Не забываем включить передатчик небольшим переключателем на торце слева. Верхняя кнопка – тест. С нижней стороны передатчика есть два переключателя для выбора каналов. На приемнике и передатчике они должны быть установлены в одинаковое положение. В передатчике уже установлена батарейка А23. Она отличается фантастической долговечностью. И вам вряд ли придется менять ее в ближайший год. Но тем не менее мы покажем процесс замены. Из инструментов нам потребуется небольшая крестовая отвертка. Приемники. Все приемники можно разделить на две группы. Приемники для внешних вспышек и для студийных импульсных источников. Рассмотрим приемник для внешних вспышек. В нижней части у нас крепление под башмак и отверстие 1,4 дюйма. Сверху у нас кнопка включения-выключения. А также переключатели выбора каналов. Индикатор срабатывания и горячий башмак для крепления вспышки. С торца отсек для батарей тип 3А. Их еще называют мизинчиковые. Для экономии батарей настоятельно рекомендую выключать приемник, когда он не используется. Покажем настройку каналов. Лучше всего взять приемник и передатчик и ориентировать их по надписи ON. Положение переключателей на приемнике и передатчике должно быть одинаковым. Два переключателя дают 4 варианта положения и соответственно 4 канала. Менять каналы необходимо, если поблизости есть еще один фотограф с таким же синхронизатором. На одинаковых каналах вы будете поджигать его вспышки, а он вашей. И есть шанс вести друг друга с ума. Это особенно актуально для фотостудий с множеством залов. Давайте проверим работу синхронизатора. Для этого установим вспышку. Нажимаем кнопку спуск на камере. Все работает. В комплекте идет вот такой кабель. С одной стороны микроджек 2,5 мм, с другой PC-коннектор. Этот кабель пригодится, если на вашей камере нет горячего башмака или он нестандартный, но присутствует PC-разъем. Отметим, что приемники и передатчики можно купить как в комплектах, так и по отдельности. Например, комплект WT4-2R состоит из одного передатчика и двух приемников. Чтобы закрыть тему с синхронизаторами для внешних вспышек, покажем комплект WT4-UH Umbrella Holder, приемник которого уже имеет гнездо для установки зонта. В комплекте также есть кабель PC на джек 6.3 для подключения к студийному источнику. А теперь рассмотрим студийные комплекты синхронизаторов. Комплект WT4-35. Приемник, который питается от двух батареек, тип 3А. Кнопка включения. Загорается красный индикатор работы. Второй индикатор показывает срабатывание приемника. Витой шнур с разъемом 3,5 мм. Переходник на джек 6,3 мм в комплекте. Уже знакомый и рассмотренный ранее передатчик. Давайте подключим синхронизатор к студийному моноблоку. В моноблоке разъем 3,5 мм. Поэтому подключаем шнур без переходника. Включаем приемник. Проверяем, чтобы передатчик был включен и радиоканалы совпадали. Нажимаем на спуск и убеждаемся, что все работает. И, наконец, последний комплект WT4-35AC. Приемник имеет встроенный блок питания. И ему не нужны батарейки. Переключатели выбора каналов. Лампочка индикации работы. Коннектор 220 вольт, который втыкается в студийный светильник. Витой синхрошнур с миниджеком 3,5 мм. И переходник на 6,3 мм в комплекте. Синхрокабель, который мы рассматривали ранее. С нижнего торца приемника мы видим коннектор 220 вольт, в который втыкается кабель питания студийного светильника. Подключим. Вытаскиваем кабель и вставляем в приемник. Загорелась зеленая индикаторная лампочка. Другой конец подключаем к светильнику. При необходимости используем переходник, потому что многие светильники оснащены гнездом 6,3 мм. В нашем случае подключаем миниджек в гнездо синхронизации без адаптера. Проверяем идентичность каналов и включен ли передатчик. Нажимаем спуск и убеждаемся, что все работает. И напоследок анонсируем продолжение этого ролика. В нем мы рассмотрим некоторые нюансы, которые не поместились в ходометраж нашей видеоинструкции. Дадим практические советы по съемке с синхронизаторами. Поговорим про настройки камеры и вспышек. А также советы по подбору дополнительного оборудования. Внешних вспышек, кронштейнов, держателей, стоек и световых модификаторов. Следите за нашими группами ВКонтакте и Телеграм. Пока-пока.